Баттл Сектор В принципе довольно динамичный, с озвучкой и даже сделанным на очень приятном уровне. Но я не тратил время на расстановку террейна, подготовку игрового стола. Отряды же сделаны просто изумительно. Только, если честно, меня смущала озвучка тиранидов местами. Много она странная. На данный момент я почти прошел игру до конца, и хочу сказать, что она явно стоит своих денег. Геймплей по сути классической тактической пошаговой стратегии. Нужно, учитывая расположение врага, свое вооружение и пул отрядов, планировать тактику боя. Миссии бывают разные. Есть, как обычные, сватки, где вы с пулом юнитов, равном определенной стоимости, сражаетесь с другими игроками, с такими же пулом по цене. Есть компании, где ваши отряды прокачиваются от миссии к миссии, и вам укрываются все более новые войска каждый раз. А есть же в этой компании миссии совершенно уникального характера, где надо, допустим, либо завалить огромного тиранафекса, имея в основном противопехотное вооружение, либо же отключить топливные энергобаки на электростанции, пока она вся не рванула, и так далее. Также хотелось бы отметить интуитивно понятное управление и очень красочную графику, выглядит все здорово и глаз не раздражается. К плюсам следует отнести также довольно слабую требовательность игры, всего лишь 4 гигабайта оперативной памяти и 2 гигабайта видеопамяти, что очень круто в 2022 году. Очень радует, что разработчики так хорошо оптимизировали свой продукт. Но минус очень простой, очень малый пул фракции. В игре представлено только воинство ангелов Сангвиния, кровавых ангелов, и тиранидов, что очень скудно, хотя сейчас анонсировали не кронов. Может, если будет уделено больше внимания новым компаниям, новым расам, то игра будет фаворитом игры в Warhammer 40.000. Но пока слишком малый выбор и слишком короткая кампания. Советую взять игровой проект на карандаше и последить за его развитием. Возможно, через год мы увидим большой выбор фракций, и тогда игра станет значительно круче. Возможно, даже, я бы сказал, фаворитом игр в Warhammer 40.000. Ну а на этом я хочу попрощаться с вами. Надеюсь, обзор был полезен для вас. Если так, то поддержите нас, поставьте лайк и подпишитесь. Пока-пока!